Дорогие коллеги, я рад всех видеть и хочу поблагодарить строителей за приглашение выступить в столь престижной конференции. Перед тем, как переходить к сообщению, хочу отметить два момента. Там упомянуто только мое имя. Надо сказать, что круган раскапывали вместе со мной мои молодые коллеги, ученики Роман Зимовец, Виталия Катенко. Без них 524-й не был бы исследован. И второй момент. Материалы опубликованы в археологии давней истории Украины, довольно большая публикация, поэтому, разумеется, я дам сокращенный вариант с акцентацией на некоторых моментах. У меня все, переходим к докладу. Итак, скифский архаический турган 524-й у села Жаботин. Турган номер 524 у села Жаботин Каменского района Черкасской области располагался на плоском высоком плато, урочище вершина, северо-востоку от центра упомянутого села. С южной и юго-восточной стороны, вот, собственно говоря, здесь расположен 524-й, а здесь 523-й. Указанный географический пункт находится в южной части Днепровской прообережной лесной степи, бассейн реки Тясник, правый плиток Днепра. Заметим, что напротив урочи вершина, да, напротив урочи вершина, где расположен 524-й турган, расположено поселение на Тарасовой горе, можно назвать, Жаботинское поселение известное, и поблизости Матрониское городище, да, это самое крупное городище в истории времени в бассейне реки Тясник. Ну, как известно, изучение материалов поселения на Тарасовой горе позволило в свое время выделить особый этап архиологии раннего Железного века Днепровского лесного пробережья Жаботинский, а Евгений Федорович Покровский. Надо сказать, что на этой вершине урочи расположены два кургана, 523-й и 524-й. Оба были исследованы графом Алексеем Бабринским, первый 523-й в 1912-м, а второй 524-й в 1913-м году. Надо сказать, что Бабринской раскопал котлованом лишь центральную часть насыпи, а остальное пространство оставалось несведанным. В центре кургана была обнаружена заглубленная материнка основания большой наземной гробницы, она была ограблена в древности. Сохранившиеся предметы, а это вооружение, фонское снаряжение, глиняная посуда, фрагменты бронзовой, золотые бляшки в виде фигурок, млани, поступили в собрание Эрмитажа, где хранятся и поныне. Позже эти артефакты позволили Варваре Ильинской датировать курган 524-й концом 7-го века до новой эры или рубежом 7-го, 6-х веков до новой эры, 1975-го года. Некоторые находки из кургана послужили эпонимными талонами для выделения группы функционально различных изделий. Так, бронзово-глопастное на рамбические наконечники стрел были выделены Ильинской специальный тип, наконечники жаботинского типа, 7-го года работа, а бронзовое трехмуфтовое псалия от конского ружья Владимир Эрлих отнес к особому типу псалия жаботин к муашхиту, 1991-й год. Однако с конца 1980-х годов наметилась тенденция, на мой взгляд, не совсем верная, довольно резкого древнения центральной гробницы от, соответственно, всего кургана номер 524 и села Жаботин. Его стали датировать Георг Косов на рубежом 8-го сегментов до новой эры и на Медвецкое 750-ми, 700-ми годами до новой эры, Марина Дороган не позднее конца 8-го века до новой эры. И, наконец, в исследованиях новейшей поры Татьяна Рябкова, которая публиковала целую серию статей, обстоятельных, посвященных памятнику отдельным предметам, а затем обобщающую работу она отнесла курган примерно к середине 8-го века до новой эры, работы до 2014-го года. Таким образом, курган Жаботин 524 стал трактоваться как некий аталонный погребальный памятник глубокой скишской архаики в Европе, пробережной лесной степи. В 2019 году нами было произведено полное исследование данного кургана. К этому моменту, к моменту уроскопа, он имел высоту 3 метра при диаметре примерно 60 метров, 55 на 50 метров. В ходе исследования были получены 12 профилей насыпи, давшие новое полное представление об устройстве, различные съемки памятника. Собственно говоря, так он выглядел настоящий адрес насыпи. Насыпь кургана была сооружена в два этапа из чернозема. Первая насыпь перекрывала только центральную гробницу. Она была небольшая, диаметром 24 метра, реконструируемая высота до 4 метров. Вся насыпь была обложена радиально-деревиальными плахами. Это у нас различные траншеи, это вид сверху, видные многочисленные траншеи на основании центральной гробницы. Вот, собственно говоря, на участок, наиболее хорошо сохранившийся, радиально выложенный плахом, это была первая насыпь. Особенно хорошо сохранился участок в южной части западной первой траншеи. Собственно говоря, мы его и видим. Здесь ширина плах 10-20 сантиметров. Некоторые имели изращищенную длину до 2,5 метра. На отдельных из них фиксировались следы горения. Зачастую некоторые плахи были столь ровные, словно отструганные. Вот, понимаете, то есть довольно ровные сверху. Вторая насыпь имела диаметр до 50 метров, закреплялась внизу двухслойной глинистой крепидой из глинистого и серого грунтов, отличающейся от чернозема насыпи. Эта крепида четко ограничила диаметр второй насыпи или досыпки, охватывая подножья кургана и на определенную высоту склона. Длина крепиды 5-7,5 метров при максимальной толщине метра-метр-двадцать. Реконструированная высота насыпи до 7 метров. Ну вот, видимо, планы кургана на разных у нас уровнях. Собственно говоря, это первая насыпь есть, она небольшая такая, надземная конструкция. Кстати, в Бобринской, когда работал, насыпь была все-таки достаточно высокая. Была проблема удаления земли. Они сделали траншею, по которой выбегали земли. Ну, это различные профиля, где видно первичное насыпь, вот, собственно говоря, над конструкцией, над наземной гробницей. Как я уже говорил, после досыпки высота кургана достигла 7 метров. Любопытно, что земля досыпки черноземной совершенно одинаковой. Если бы не обкладка, радиальная обкладка первой насыпи практически неразличима. Я думаю, что сооружение, которое насыпи прошло через небольшое время. Шатровая конструкция в кургане 524 села Жаботин, а не двух крыш, как считал все время Бобринской, как сказал Бобаном, не должна удивлять. Более того, она вполне закономерна для правобережной лесной степи и для бассейна частной участности. Вспомним, что именно в этом районе, во всех той или иной степени исследованных курганах ранней средства времени, обнаружены именно шатровидные конструкции, дерево которых не обожжено, слегка обожжено или сгорело практически полностью. Этот курган червоная могила у села Флярковки конца седьмого начала шестых летков до новой эры, который исследовала Беков Паненко, а также два частично раскопанных кургана, на одном из которых высота 5 метров, в свое время проводил работы Викентий Хвойко. Под насыпью 524 кургана нами открыто четыре объекта, то есть во время Бобринской открыл только основание, нам открыли еще три объекта. То есть само основание центральной гробницы, два ритуальных деревянных помоста и сопровождающая центральную гробницу погребения. Видно вот хорошо первое насыпь. Когда мы копали, я, честно говоря, переживал, что при раскопке Бобринского, поскольку я знал, что по описанию, что там канавки стояли и деревянные столбы, что все это было уничтожено. К счастью, все оказалось на месте, то есть столбовые ямы не были расчищены и везде было буквально в них дерево, причем иногда удивительно хорошей сохранностью. Ну, вот это план основания могилы, вот видно сверху, а вот такая она. Да, вот как образец, так сказать, один из столбов. Данные по центральной гробнице, по ряду признаков, в первую очередь по размерам, отличаются от сведения, опубликованных в Бобринске, хотя ориентировка могилы и общие элементы устройства совпадают. Углубленное основание наземной бревенчатой конструкции ориентировано по оси северо-запад и восток, то есть так, как писал Бобринской, имеет почти прямоугольную форму, хотя углы его слегка закруглены. Оно ограничивается в прокопанной с уровня древнего чернозема канавкой шириной 50 сантиметров, пущенную материк примерно на 60 сантиметров, вне которой, в свою очередь, находятся ямки для столбов различного диаметра и глубины. А вот дальше интересно, реальные размеры основания гробницы меньше, нежели описано у Бобринского, всего лишь 22 метра, а не 35 квадратных метров. В канавке все время были размещены 34, а не 54 столба, составляющих некую бревенчатую стену гробницы, от которых остался древесный плен. Да и столбы в диаметре не были столь огромные, как сказано в работе Бобринского. Их диаметр 0,20-0,35 метра или в двух случаях до 0,50 метра. Не наблюдаются следы обольжения нижних концов столбов, вставленных в канавку, о чем сообщает Бобринской. Значит, изучение остатков древесины показало, что все деревянные конструкции были изготовлены из дуба Черешкова. Материковый пол гробницы с северо-западной и юго-восточной сторон имел прокопы на глубину до полуметра, несомненно, оставленные раскопчиками в 1913 году. Вероятно, в этих местах были найдены немногочисленные сохранившиеся вещи погребального митая, что и заставило искать возможные тайники. Следами таких поисков являются открытые с северо-западной и северо-восточной сторон основания склепа шесть поисковых траншеек различной длины, ширины и глубины, лучеобразно идущих от погребальной конструкции в сторону. Вот это очень интересно, когда мы столкнулись с этими вещами, вначале не могли понять, собственно говоря, что это такое, что это за такие отходящиеся траншейки от основания склепа. Ну, собственно говоря, это были поисковые траншеи на предмет обнаружения тайников. Любопытно, что в заполнении канавки одной из канавок была найдена обломанная берцовая кость, как определили наши антропологи, женщины молодого возраста. По-видимому, помещена туда из могилы кем-то из раскопчиков. Надо сказать, что человеческие кости, Бопинской об этом писал, да и мы с этим столкнулись, сохранились просто ужасно, практически брать анализы было невозможно. Если дерево в отдельных местах прекрасно, то кости нет. На самом дне камеры, там, где лежали, как я сказал, неподдающиеся определения человеческие кости, была обнаружена ручка античной ампоры. Кроме того, в разных местах обнаружены изделия из бронзы, пластинки чешуйки от наборного панциря, фрагменты клепотного сосуда, небольшой пулевидный колпачок непонятного назначения, бляшка в виде головы быта фас, а также обломок кринка железного или стального меча. Итак, наземная центральная гробница, спущенная в материк основания, имела прямоугольную форму. Стены были сооружены с вертикально стоящих впритык друг к другу специальной канавки бреви. Судя по довольно большому диаметру столбов, высота стен могла достигать до двух метров. Следы опорных столбов в центре основания гробницы не фиксировались, а, следовательно, крыша склепа была плоской или слегка наклоненной. Хода, как такового, в склепе не было. Подобный факт засвидетельствовал не только в Кургане 524 и села Заботы, но и в целом ряде иных погребальных памятников, в первую очередь, ранее скифского времени лесостепил. Вероятно, после положения покойника или покойника в склеп часть стены закладывалась в грёны. По классификации Линска, гробница в Кургане 524 относится к деревянным склепам с обтущенным друг к основанию. Подобные подкурганы конструкции характерны в виде всего для древности Днепровского лесопровережья, хотя известно, как и фиксируется в левобережной лесостепи, например, в бассейне Северского Донца. Днепровской и правобережной лесостепи, они встречаются в пределах всего региона, но более всего свойственны для курганов ранее скифской поры бассейны реки Тяску. С юго-востока и северо-запада в центральной гробнице примыкали упомянутые уже два ритуальных деревянных помоста, губовых помостов или настила, выложенных из плак и сопровождающих человеческое погребение. Ну вот мы видим расчистки одного из таких помостов, а за ним вот там дальше находится погребение. А, собственно говоря, основание центральной гробницы здесь рядом. Вот был очень сильный ветер, поэтому вместо перекрытия этой гробницы можно засыпать травой. Одна из гробниц, один из помостов, некоторые бревна были обожжены. Вот здесь видно, очень хорошо. А второй помост был практически сильно обожжен. Вот примерно такая ситуация. Как это выглядело? Значит, два помоста, один, второй, и здесь за ним погребение. Это заклад погребения. Дерево. Заклада, кстати, два слоя. Слоя дерева, причем на некоторых ощущение, что они были оструганы. То есть это типа больших досок. Гребение сохранилось очень плохо. Интересно, оно было скорчено сильно, рука под головой. Никаких предметов не было. А, ну, размеры помостов, они, думаю, большие. 3,6 на 3,3, а второй 3,2 на 3,3 тоже. Костяк принадлежал, судя по определению наших антропологов, человеку 13-15 лет. К сожалению, пол определить не удалось. Он лежал головой на северо-запад, на правом боку, ноги подогнуты в коленях, левая рука согнута в лобке, у левой стороны лица правая под головой, скички вытянуты вперед. На костях, а вот это интересно, просматриваются следы слабого воздействия огня. Под костяком фиксируют следы подстилки, растительное просвещение в районе черепа, остатки органики зеленого цвета. Антропологическое изучение костей умершего позволило говорить о том, что его тело перед захоронением было подвергнуто особой манипуляции, в частности, воздействию низкотемпературного огня при температуре 100-200 градусов. Скорее всего, оно располагалось на одном из помостов, по-видимому, на тот, который обгорел сильнее. Мотив этого обряда пока не ясен. То ли это ритуальное очищение в нем, то ли целенаправленный процесс мумификации тела, при том низкотемпературного высушивания тела на тлеющем огне. Аналогия этому обряду пока не засвидетельствует древнее северское искусство времени о лесостике, да и стике тоже. Отсутствие вещей при унышем говорит в пользу того, что это было не просто сопровождающее знатного покойника или покойников погребения, а, скорее всего, жертвоприношения. Сохранившиеся после древнего ограбления центральные грабнистые предметы четко составляют три группы. Первая из них, ну это с учетом 13-го года, это керамические и металлические сосуды, железные ножи. Они не определяют половую принадлежность естественно погребенного человека. Двеяные группы традиционно свойственны мужскому и женскому захоронениям. Вторая содержит предметы обычные для мужских захоронений, вооружение, защитное, наступательное и наступательные детали, конского снаряжения. Третье – украшение. Это обломки стеклянных, пастовых и антарных бусин, как упоминает Бавринской, орудия труда, прястица, части железных игол, культовые или туалетные принадлежности, обломок каменной плиты со цветами красной краски, кусочки серы и румяны. А также две золотые бляшки аппликации в виде копытных животных, возможно, лани, по-видимому, украшения парадного головного убора. Антропологические материалы центральной гробницы минимальны, как я говорю уже. Бавринской упоминает обломки сильно истревших костей. Ну, как я говорил, уже несколько разрушенных и неподдающих изучений костей были найдены в 2019 году в южной части углубленного основания. Таким образом, мы можем говорить о первоначальном наличии в центральной гробнице как минимум двух погребенных. Мужчины, тяжело вооруженного спецкого воина, возраста, которого нам не ясен, и молодой женщины, жены или сопровождающей основного покойника особого. Можно предположить сравнительно высокий социальный рамк основного покойника. Об этом свидетельствует довольно обширная по масштабам деревянная гробница. По внешней линии столбов это около 30 метров. Человеческое захоронение вблизи центральной гробницы по-видимому, жертвоприношения. Радиальная обкладка первичных насыпей деревом, несомненно, потребующих определенных трудозатрат. Существенная досыпка насыпи кургана, возможно, через непродолжительное время после захоронения, например, год, в связи с чем размеры его существенно изменились, достигая высоты не менее 7 метров и диаметрии до 50 метров. К слову сказать, 524 курган, исходя из этих данных, это наиболее крупный курган, был здесь, в селах, в жаборе. Не следует также забывать, что курган был ограблен в древности, но ряд бронзовых предметов грабителями за ворот не было. Следовательно, можно допускать, что были взяты, в первую очередь, изделия из драгоценных металлов, материальные свидетельства, соответствующие оранга погребенного мужчины. Подобные же изделия в центральной гробнице были, о чем свидетельствуют, сохранившиеся после ограбления золотые аппликации. Вот ситуация, которая была, собственно говоря, вблизи центральной гробницы. Сама гробница основания, поисковая траншея, траншея, по которой выдвигалась земля Бабринский, два помоста и погребель. То есть это все рядом, близко. Это один погребальный ритуальный комплекс. А это, собственно говоря, край уже обкладки первичной нас. Он был совершенно небольшой. Вопрос о дате кургана 524, важные принципиали. Следует подчеркнуть, что для отрезка времени эпохи раннего железа, которому в последние годы пытаются отнести этот погребальный памятник, а именно, вторая половина восьмого, рубеж восьмого-седьмого веков до новой эры, в бассейне реки Тясмин были распространены погребальные древности иного типа новочеркасского клада и новочеркасской культуры, которая не без основания относится рядом исследователей с историческими кемеристами. Новочеркасский речевой комплекс решительно отличается от комплекса материальной культуры ранних скифов, в частности, специфическими деталями конской упряжи, особым вооружением художественным геометрическим стилем. Итак, каковы наиболее существенные хроноиндикаторы, позволившие, следовательно, в последние годы, до наших работ в виде 19-го года относить Курган-524 к столь раннему времени. Это колчанный набор, детали японской упряжи удела и псалии упрашены в традиции звериного стиля. Остальные предметы, как-то пластинки панцевого набора, фрагмент бронзовой ситы, каменная булава, плетные посуды, учитывая присутствие указанных выше выразительных артефактов, несомненно, занимают второстепенное подчиненное положение при выяснении с датой Курган-524. Наконечники стрел. А вот, собственно говоря, наши находки. Фрагмент меча. Довольно лучшие фрагменты. Кстати, исходя из этого фрагмента и того, что хранится в Эрмитаже, становится ясно, что это будет действительно меч, а не Акинаткина. Затем панцирные пластины, абсолютно такие же, как известно, колпачок бронзовый витой. Честно говоря, там было дерево, что-то на основании, может быть, какого-то жезда. Ну, трудно сказать, что это такое. Наконец, чрезвычайно важная, интересная находка, бляшка в виде головы быка в фас. Я бы ее не соотносил с конским убором. Я думаю, что это связано, скорее всего, возможно, с колчаном, но не конским убором. Вот, собственно говоря, она крупным планом. Ну, наконец, ручка. Наконечники стрел. Здесь я специально... Это иллюстрация взята из работы уважаемой Татьяны Рябковой. Не все железные, железные наконечники не брал, они не принципиально. То есть это ромбический, с ученой ромбической головкой. И среди этих наконечников вторая группа явно есть наконечники новочеркасского типа, то есть лавролистной головкой. И тут два наконечника. Варвара Андреевна Ильинская датировала наконечники жаботинского типа концом седьмого или рубежом седьмого-шестых веков до новой эры, отмечая при этом, что указанное время уже, то есть на рубеже, начинают доминировать наконечники филермесского типа. Сергей Полин удревнил их распространение, подчеркнув, что в середине седьмого века жаботинские наконечники выходят из употребления. Однако Анна Ивановна Милюкова очень критически отнеслась к этому тезису. Она указала, что известны комплексы и совершенно справедливые указала, где присутствуют жаботинские наконечники стрел, но дата этих комплексов гораздо позже, в том числе и курган Второй села Братыши на Западной Подоле, среди вещей которого жаботинские наконечники стрел и зеркало альвического типа, которое никак не может быть предусмотрено, извините меня, к началу седьмого и тем более к восьмому веку до новой эры. Добавим также, что отдельные рамбические наконечники встречаются в некоторых погребальных памятниках Бастейна Рейкиаса, то есть территории, где расположен курган 524 села Жаботин, например, кургане номер 38 в Гуляи города, курганы 406 у села Журовка. Они также датируются временем не раньше конца седьмого, с начала шестых веков до новой эры. Иными словами, наконечники стрел жаботинских типа не дают оснований для столь ранней датировки кургана 624. Удела бронзы с отремоневыми окончаниями. Считается, что особенность жаботинских удил является наличие на звене, в том числе на одном звене, почетче, литого орнамента в виде пояска, разделенного на прямоугольники. Подобный орнамент имеет ранее традиции и хорошо известен на двухочетых удилах поиски в свое время. Но об этом писал Сергей Борисович Пачар в свое время. Надо сказать, что в бассейне реки Тясмин, помимо находки 524, есть целый ряд подобных на экземпляров удил. Это 453-я Макеевка, 183-я Льва Яблоновка, 471-я Сетняшка, гробница 1, репетоватая могила. В бассейне России также несколько таких курганов. Из них принципиальным является удила из погребения 1 кургана 6 из Силы из Назори, которые все время мы исследовали со Светланы Сергеевны Бессоновой. Все упомянутые погребальные памятники с ученых иных предметов погребального Львендая, среди которых несомненно присутствуют вещи Телемесской поры, относятся ко времени не ранее второй половины конца 7 века до новой эры. Особое внимание заслуживают удела из Ясназория. Это ближайшая аналогия уделами с курганом 524 из Силы Жаботом, поскольку помимо общей морфологической близости они имеют на звенях точно такой же орнамент как в кургане 524. Вещевой же набор Ясназор по погребения, а в их кругу кроме иных вещей акинах келермерского типа, двухлопастных наконечных стрелы с лавролистской головки и также келермерского типа позволяют убедительно ограничить хронологические позиции данного погребального комплекса второй половиной концом 7 века до новой эры, о чем мы писали еще в 1994 году. По-некому хочу сказать, что и писали трехмуфтовые с плавно изогнутым вертикальным краем они не не входят исключительно ранее в класс памятников. Дело в том, что в том же Ясназоре были найдены подобные памятники, правда, с копытцем, кстати, с одной стороны. Ну, в общем-то, они живут в 7 веке, в 7-м, в начале 6 века. И, наконец, очень интересная находка это бляшки аппликации золотого костюма в виде копытного животных, ланили в горных козлов, поджатыми ногами и повернутой головой. Так вот, наиболее близкими аналогиями с животинским украшением, по стилистическим и иконографическим особенностям, несомненно, являются золотые бляшки аппликации с пуганом 346 утилай Теклина. Вот. Эти две бляшки, правда, они тут мелко даны. Значит, на это сходство, на сходство этих золотых украшений обращали внимание неоднократно, начиная уже от Ильинска в работе с 1965 года. А недавно эта сходство тщательно проанализировал Юрий Богданович Полидович, поведя к вполне обоснованному выводу о возможной синхронности этих комплексов или крайне негначительной аналогической лаконии между ними. То есть, Теклина-Орловец 346 и 500 Курган-524 у села Жабодин. Следовательно, датировать комплекс Кургана-Теклина-346 временем ранее второй половины седьмого века нет никаких оснований. Стоит напомнить, что в Кургане 346 упомянуто украшение обнаружено в гробнице вполне аналогично с Жабодинской области. Обнаруженное в 2019 году для находки также противоречит датке вторая половина восьмой или рубеж седьмого шестидеков. Надо сказать, что это бляшка в виде головы быка. Тщательно искали аналогии. И у нас получаются самые близкие аналогии на территории леса степи и степлая степная часть Крым. Найдены на восточном укреплении Греческого городища ориентировочно в VI-V веке. Просто я хочу сказать, что верхняя ручка антической амфоры, ее смотрели специалисты наших, Алла Буйский из Петербурга, смотрел у нас Дмитрий Чистов. Они пришли к выводу, что амфора восточного греческого производства. К сожалению, точный центр определить нельзя. В любом случае она не может быть раньше, в любом случае, конца 7-го, начала Желтого века до Новой Эры. Таким образом, все изделия, которые обнаружены в 19-м году, а также в 1913 году, не дают, на мой взгляд, убедительных оснований с относить сооружение Петербурга, на 524 села Жаботин к рубежу 8-го, 7-го и тем более к 8-му веку до Новой Эры. Таким образом, мы считаем, что и есть основания вернуться до петербургана 524, предложенной почти полстолетия назад Марвара Андреевна Ильинична, то есть рубеж 7-го, 6-го веку до Новой Эры. Большое спасибо, извините. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Сергей Анатольевич, а где в наборе наконечников стрел вы увидели новочеркасские экипы? Там исключительно, на мой взгляд, заработенские. Где? Я сказал, новочеркасские? Да. Это оговорка. Все понятно, да. Это оговорка. Нет, имеется в виду Келермеск. Вот, Келермеск имеется в виду. Келермеск, вы просто знаете название на черкасском. Пожалуйста, еще вопрос. Да, у меня такой вопрос. Вот вы эту конструкцию называете шатровой. Ну, условно, шатровинной. А что тут шатровой? Ведь обложена первичная... Ну, в данном случае, в данном случае можно сказать точнее, радиальной оплатки. Вот так. Действительно, шатровая не совсем удача. А центральная конструкция, я прослушал, она имела ведь перекрытие? Нет, никаких следов нет. Дело в том, что они же, когда копали котлова, они котлова, как раз раскопали. И, после этого ничего, перекрытие сверху не осталось. Понятно. Спасибо. Еще вопросы, коллеги. Сергей Анатольевич, а как вы думаете, первой половиной седьмого можно датировать? Думаю, нет. Ну, вы понимаете, ну, не может нам случайно оказаться ручка. Она в самом низу лежала, так сказать, и так далее. Это же амфора. Это нереально. Еще есть вопросы, можно спросить? Сергей Анатольевич, спасибо за доклад. Я хотела, у меня несколько вопросов вот по очереди. Вот в разрезе, вы показали в разрезе плахи, а такое ощущение, что там бревна прямо такие массивные. Это бревно или плаха все-таки? Вы понимаете, вот то, что если ровное было, да? Нет, вот вы разрез показывали, там прямо такая подквадратная какая-то. Да-да-да, сейчас я понимаю, в чем люди, сейчас мы ее найдем. Вот, да? Вот, да. Да, вот вы знаете, у меня такое ощущение, что это оструганные некие плахи такие. То есть они не одинаковые. Вот не одинаковые. В одних случаях были ровные такие, а в других более необработанные. То есть размеры максимальные удалось проследить? Удалось проследить до двух с половиной метров. Ага. То есть получается, что у нее толщина, вот я здесь вижу, 10 сантиметров и ширина такая же 10 сантиметров, получается, да, или какая? У меня такое ощущение, что это обработанная вещь. И вот то же самое было над могилой этого, не условно, не условно, а жертвопендыша. Там были оструганы, два слоя оструганы гуси. Понятно. Следующий вопрос. Я хотела узнать, вот этот полевидный предмет, он не может ли быть наконечником стрелы? Такие бывают. маленький, вот вы знаете, вот вы знаете, в чем дело. Мы, я и мои коллеги, очень долго, он не большого размера совсем, очень долго изучали эту вещь. Наперсящик, ну, маленький такой, вот такой, но там было дерево внутри, понимаете? Нет, по диаметру он больше, чем наконечник. Ага, понятно. Что это такое? Что это такое? Совершенно непонятно. Для меня... Хорошо, спасибо. Тогда следующий вопрос еще. Я смотрю, там в комплексе у нас есть плоский черешковый нож, совсем такой плоский, маленький нож. Это будет уже третий нож, получается, как бы в комплексе кургана, если... Это, это, это ваш эрмитажский? Нет, это ваш, у вас плоский черешковый совсем, у нас два. И, в общем... Нет, у нас ножа нет. Есть. Или это не нож? Нет, это не нож. У нас ножа нет. А, знаете, есть несколько поздних. Что вы имеете в виду? Вот это вот? Эти вещи. Да, да, да. Вот это. Вот это, да. Нет, нет, знаете, вот это вот обломки от бронзовых, бронзовых сосудов. От бронзовых сосудов. Хорошо, спасибо, поняла. В отличие от ваших, у нас не было орнамента, просто тоненькие пластинки. А колпачок, вот он, нет, он не вытягивает. Хорошо, тогда еще вот такую, наверное, последний вопрос. Вот по поводу керамики. Дело в том, что из него же происходит еще четыре горшка. Вот в нашем комплексе у нас есть четыре сосуда достаточно архаичных, керамических, которые связываются с местными традиционными культурными традициями. Как бы мне нельзя было отходить от их датировок особенно далеко. И я в этом смысле, конечно же, полагаюсь на коллег, которые занимаются вот керамикой Приднепровья. Вот, ну, а вам не удалось, я смотрю, у вас нет совсем лепной керамики местной. Керамики практически не было. Понимаете, тут, что касается, и я понимаю, что в данном случае в этой ситуации, когда все же есть другие архаичные, индикаторы друляки. Керамика ли? Знаете, когда-то мне компонентка все время еще говорила, что ведь у нас нет. Да, вот Жаботинская керамика, да, она похожа, но прямых аналогий практически тем, что загунаем у нас. Именно прямых. В свое время об этом Крушевницкая, друляка писали, что некий горизонт моды возможный. Знаете, тут дело такое, что сама по себе керамика, я не думаю, что она этого времени такой очень хороших не уверен. Знаете, что надо игнорировать, но когда есть другие вещи. Ну, вероятно, да, конечно, можно так тоже считать, но вот действительно вызывает вопросы такая большая разница, которая описывается Бабринским, который был, как известно, занудой. Знаете, вот, Татьяна, Татьяна, я думаю, что вы со мной согласитесь, я был наездами, да, копала бригада, вы знаете, кто там копали, грубо, они ему дали неверные по масштабам данные по гробнице, неверные. Хотя копали, то, что они копали тщательно, у меня никакие сомнения, вот эти поисковые траншеи, то есть все очень тщательно делалось, но разница нет, а то, что это 524-й, никакие сомнения, уже видите.